В программе «С какого дня» значилось шесть скачек, но сначала – торжественное открытие праздника и представление гостей. Хочу поздравить всех с прошедшим Днём России. Мы с вами живём в прекрасной, сильной стране, одной из самых сильных стран мира, надёжной. А всё это благодаря, в первую очередь, нашему старшему поколению, которые трудились, которые дали нам возможность сегодня жить под мирным небом. Первыми на скаковой круг вышли участники пробега на 15 километров на лошадях местных пород, всадники в национальной абазинской одежде с флагами, представители всех 13 абазинских аулов. После круга почёта они начали свой пробег. А на основном скаковом кругу всё готово к началу первой скачки. И поехали! Данцтарт первой скачки. Прямо выигрывает Собор. На старт скачки на 1200 метров на лошадях чистокронной верховой породы на приз, посвящённый памяти воинам Великой Отечественной, вышли 14 всадников. Спринтерская дистанция порадовала зрителей упорной борьбой, где на финишной прямой резвее всех оказался жеребец Собор под седлом Андрея Киришина. Прямо шикарно прошло. Как и думал, так и прошёл. Он с первого берёт до последнего. Первым идёт всегда. Это его характер такой? Характер такой. С рождения он такой. Вторыми на старт вышли лошади чистокронной верховой породы на приз, посвящённый памяти абазинским воинам-добровольцам, погибшим на грузино-абхазской войне. Дистанция 1400 метров. Здесь всё так же решилось лишь на финишной прямой. Кобыла эта под седлом Долима-Биджиева на последних метрах сумела сохранить свой отрыв и принесла владельцу не только почёт и уважение, но и круглую сумму призовых. Я принял здорово. Не стал её ломать. Кобыла большая. Ехал по ней, не ломал. Я знал, что не то, что бросок. Едет она, если она едет, не встаёт. Ориентировался на это и ехал по ней. Потенциал лошади оцени. Потенциал хороший. Будем ещё пробовать скачать. Очень интересной получилась третья скачка этого дня на дистанцию 1800 метров, посвящённую уроженцу аула Апсуа Мурзабеку Алиеву. С первых метров лошади шли кучно, однако ближе к середине дистанции фавориты стали вырываться вперёд. Тактически грамотно скачку провёл жакей Руслан Круглыхи на чёрном жеребце Дубай Ворд Барс. Почти всю дистанцию он держался в основной группе, а на финишной прямой пасал лошадь вперёд и уверенно пришёл первым. Лошадь силовая, здесь круг такой тяжёлый. Нужна лошадь, чтобы на силу ехать. И как бы, ну, всё получилось. Концом броском выиграл. Сначала лошадь, ну, круг не знает, не шла. Так чуть влево, вправо. Чувствую, не может понять, что от него требуется. Потом вроде хлыстом пару раз ударил, он понял, что надо включаться уже в борьбу. И хорошо доехал до финиша. Четвёртая скачка обещала быть самой интересной. Классическая дистанция – 2400 метров на кону автомобиль. Большую часть круга лошади шли, что называется, ноздря в ноздрю, попеременно лидируя. Однако на последней трети вперёд от основной группы оторвались две лошади. Кендал Барс Текина Ардзенба из Республики Абхазия и жеребец Амч Ахмеда Нирова из Псежа. Уже на финишной прямой Кендал Барс совершил ускорение, которое Амч поддержать не смог. Таким образом, победу в этой скачке одержала лошадь из Абхазии, а у её владельца появилась приятная забота, как перегнать домой выигранный автомобиль. Затем на старт вышли лошади полукровной веховой породы, дистанция 2400 метров. Почти всю дистанцию сложно было определить фаворита, лошади попеременно лидировали. Но уже ближе к концу финишный рывок совершил жеребец Кент под управлением Андрея Орлова. Разобрались по ходу скачки, жеребец был в неплохой форме, выиграл, можно сказать, без соперников. Конкуренции вообще не было. Несмотря на то, что полукровка, насколько он тактически обучен? На все столы он спокойно работает, отдатливый жеребец, послушный. Я им занимаюсь уже на протяжении двух лет, на протяжении пяти лет уже, можно сказать. Все скачки, в которых я ехал на нём, все выигрывал безпроигрышно. И, наконец, в заключительной скачке дня на дистанцию 2000 метров на лошадях местных пород победу одержал жеребец Хайбар под седлом Далима Биджиева. Что касается участников пробега на 15 километров, то в этой дисциплине лучшим стал Зубер Джебабов из Абазахабля. Эрнест Чуков, Радамир Князев, Роман Нагаев, Назир Капышев и Айвар Барануков. Архиз 24.